Мастер-класс по использованию в работе с детьми чашечных весов. Данное оборудование помогает осуществить деятельностный подход к познавательной активности ребенка, удовлетворить эту потребность в форме поисковой и следовательской деятельности. Весы мы используем в образовательной области познания, в разделе формирования элементарных математических представлений при знакомстве с величиной предметов, а именно, когда перед нами стоит задача сформировать у детей понятие вес и способы его измерения. Весы можно использовать как в индивидуальной, так и подгрупповой и при фронтальной работе. Перед нами стоит задача показать вам, как научить детей сравнивать предметы по весу, выбирать равные и неравные предметы. Покажем, как знакомиться с весами и с их помощью формировать у детей понятие независимости веса от размера, от формы. Покажем, как измерять вес предмета с помощью гирек или разновесов, используя их как эталон и как условную мерку. Соответственно, развивая у детей познавательные исследовательские способности, память, внимание, мышление, воспитывая любознательность. Ребятки, посмотрите, что у меня лежит на столе. Шарики. Шарики. Что вы можете сказать про эти предметы? Они из разных материалов. Матвей. Они разные по величине. Разные по величине. И по весу. И по весу, ты думаешь? А можно ли? А что-то еще все еще. И разного цвета. А можно ли на глаз определить, какой из этих предметов тяжелее? Нет. А ты можешь, как ты думаешь? Маленький самый. Почему ты думаешь, что он самый тяжелый? Потому что он железный. Потому что он металлический. Металлический. Ты считаешь, что металлический предмет тяжелее? Да. Почему? А если мы на глаз не можем определить, то как мы можем по-другому определить вес предметов? весами а если у нас их нет руками на руках взвесить давайте тогда с вами попробуем взвесить эти предметы на руках и определить какой же все-таки из них тяжелее наши ручки превращаются в весы до 2 чаши весов какой тяжелее давай дальше производить этот тяжелее так мне кажется одинаковые думаешь это немного тяжелее все-таки тяжелее немножко хорошо давайте выложим тогда с вами слева направо от самого тяжелого до самого легкого предмета вы оба так считаете что так хорошо а проверить результаты вашего взвешивания мы можем знаете на чем на весах весы ребятки придумали давным давно когда люди только начали торговать обмениваться предметами и для более точного определения веса предмета понадобились весы вот детали весов смотрите весы стоят на подставке или это основание вот это стойка на которой крепится вот эта деталь на что она подвину да а чаши крепится на краю вот эта деталь называется рычаг и она одевается сверху на стойку попробуешь подвину да а чаши крепится на краях рычага на все весы попробуй повесить чашу и матри молодцы так ребятки чтобы весы показывали вес предмета верно надо уравновесить нигельками вот здесь есть стрелка на рычаге и на стойке и они должны совпадать сейчас они у нас совпадают не ну давайте попробуем вот с этой стороны матвей попробуй сдвигать какую сторону смотрите внимательно готовы наши весы к работе совпали стрелочек еще нет теперь ровно мы будем сравнивать наши предметы смотрите с весами надо обращаться очень бережно иначе они могут сломаться предметы надо класть по одному сначала на одну чашу весов потом другую и снизу в это время поддерживать чашу ладошкой чтобы она не ударялась об стол какой предмет больше больше какой размер а тяжелее металлический металлический шарик ученые ребятки результаты опыта в своих записках мы с вами же сделали опыт эксперимент да они записывать опыт и можно по-разному можно на бумаге а можно с помощью современных технологий а поможет нам с вами электронный планшет посмотрите здесь есть электронные таблицы мы с вами произвели опыт а теперь результаты опыта отметим в планшете в электронной планшете нам надо выбрать предметы которые мы взвешивали и разложить их на нужную чашу весов давайте мы с вами от отложим электронный планшет и дальше произведем другой опыт мы сейчас с вами вынем металлический шарик более тяжелый предмет и вместо него да подкладывает ладошку матвей вместо него положим бумажный камни отпускайте какой предмет сейчас больше по размеру матвей ты тоже так считаешь а какой же тяжелее а тяжелее резиновый что резиновый резиновый шарик резиновый мячик мячик правильно давайте эти результаты отметим в электронном планшете пожалуйста выложите мне все три предметы по тяжести опять слева направо смотрите что у нас получилось такой маленький металлический шарик оказался тяжелее такого вам большого бумажного комка почему как вы думаете потому что бумажный комок он бумажный он меньше весит бумага она 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 очень тонкая она это ну если еще легкая 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 ну что ж молодцы скажите пожалуйста а как вы думаете если предметы будут из одного материала сделаны но один большой а другой маленький что здесь будет какой будет больше весить большой хорошо будем проверять да смотрите какие у меня есть предметы большой маленький как они называются цилиндры цилиндры чем они отличаются маленький желтый цилиндр уменьши а красный больше еще не разного цвета хорошо ну будем производить эксперимент какой весит больше атакой меньше какой тяжелее большой вашей вы оказались правы если предметы сделаны из одного материала то тяжелее тот который больше результатом с вами ответ отметим электронном планшете у меня есть для вас еще предметы посмотрите что я для вас приготовила еще пластилин пластилин скажите пожалуйста чем эти предметы отличаются чем они похожи на тебе чем что они разного цвета это отличие а чем же они похожи одинаково они размера не ради такого размера и одинаковый шевер одинаковая форма как вы думаете вот они весить одинаково попробуем одинаково весит одинаково а теперь я вам даю задание такое василиса сделает из своего пластилина колбаску а матвей шарик как вы думаете будет ли теперь ваш пластилин весить одинаково нет давайте попробуем одинаково одинаково а почему так получилось такой кругленький шарик и такая длинная колбаска почему одинаково одинаково то они весит потому что мы их не отщипывали и ничего к ним не прибавляли да они у нас какие были а что мы с ними сделали просто поменяли их форму мы с вами произвели четыре опыта и результаты отметили планшет сейчас планшет поможет сделать очень интересный вывод я вам сейчас буду задавать трудные вопросы а вы попробуйте на них ответить правда ли что тяжелее это всегда больше по размеру нет теперь слушайте правда ли что если предметы сделаны из одного материала то тяжелее это больше размера от чего зависит у нас вес предмета от материала из которого сделан предмет еще чего от формы зависит предмета нет нет помните пластилин да и от размера зависит или нет если сделан из одного материала то зависит а если из разных материалов то не зависит да у нас большой был бумажный комок посмотрите и он меньше весил чем резиновый мячик мы с вами сравнивали разные предметы по весу а что мне делать если мне надо утром сварить себе кашу и надо для каши отмерить например 30 грамм крупы как мне поступить что для этого нужно для этого нужно гирьки правильно вы знаете все гирьки или разновесы нужны для того чтобы измерить вес какого-то предмета вот посмотрите у меня такая коробочка мне спрятались гирьки по сколько они грамм посмотрите 150 20 10 5 2 1 большие гирьки или разновесы берут руками а маленькие пинцетом попробуйте мне надо отмерить 30 грамм крупы сколько и какие гирьки мне надо положить на чашу весов 20 и 10 3 3 2 3 4 5 5 7 7 8 9 9 8 10 10 10 Значит, то количество крупы, которую мы насыпали, весит 30 грамм. Скажите, пожалуйста, а где чаще всего применяют весы? В магазине. В магазине. А что там взвешивают? Продукты. Разные продукты. А я вам предлагаю взвесить шоколадки. Так, кто такую будет взвешивать? Василиса. А Матвей, а ты такую? Давай, Василиса, я сейчас к тебе подвину весы. Попробуй подобрать разновесок своей шоколадки. А давайте попробуем сосчитать все гирки и узнать, сколько весит наша шоколадка. Один, шесть, один, шесть, 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 шесть. Получилось гирка десять грамм, да? Да. Пять и один. Ну, сколько получилось? Шоколадка весит шестнадцать грамм. Молодец, Василиса. Десять, пятнадцать, семнадцать, восемнадцать. Так сколько весит твоя шоколадка? Восемнадцать грамм. Твоя шоколадка весит восемнадцать грамм. Твоя шоколадка весит восемнадцать грамм. Твоя шоколадка весит восемнадцать грамм. Продолжение следует...